Заявления на участие в едином госэкзамене продолжают принимать от выпускников прошлых лет, выпускников учреждений начального или среднего профессионального образования. Воспользоваться правом могут и те, кто еще не завершил обучение в том же техникуме или колледже. Для этого вместе с паспортом и заявлением необходимо предоставить соответствующую справку из образовательного учреждения. Решение о приеме заявлений до 1 марта было принято не случайно. Дело в том, что часть нормативных документов, проходящие экспертизу в Минюсте, не успела вступить в силу. Поэтому срок приема заявлений и продлили ровно на один месяц. Это упрощает значительно процедуру, так сказать, для опоздавших. Да те, кто не услышал, не знал, не видел, но хотел бы сдать экзамены для того, чтобы поступить в ВУЗ в этом году. Вот для них сейчас продлено и этим правом нужно воспользоваться. И мы приглашаем всех, пожалуйста, приходите. Последний день приема документов – это будет 28 февраля, это будет суббота. Однако у нас рабочий день и до 18 часов, 28 февраля, мы ждем всех юных ленинцев. 5, кабинет 15. Запрыгнуть, что называется, в последний вагон и успеть подать заявление на участие в экзамене в форме и по материалам ЕГЭ могут и выпускники иностранных государств. Соответственно, паспорт в данном случае может быть и не российского образца. В этом году выпускникам прошлых лет дано и право выбора срока сдачи госэкзамена, так как эти сроки в 2015-м также изменены. Традиционной июльской волны уже не будет. Поэтому этим лицам нужно понимать, что сдать ЕГЭ они могут либо в досрочный период, который будет проводиться с 23 марта по 23 апреля уже в 2015 году, либо в основной период, который будет проводиться с 25 мая по 26 июня. А вот опять же 2015 года в июле сдать экзамены ЕГЭ будет нельзя. Их просто не будет. Июльская волна отменена раз и навсегда. А вот срок приема заявлений в следующем году будет снова установлен лишь до 1 февраля. Кстати, пересдать неудовлетворительный экзамен можно уже в этом году, в сентябре. Напомню, результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.